Сейчас ты узнаешь, как выйти на пенсию миллионером, как не потерять деньги. Расскажу про хорошие, да, они бывают, и плохие кредиты, а также покажу, куда инвестирую я. Начнем в Азию, с самого интересного. И я расскажу, куда инвестирую я. Но сначала давай обсудим несколько моментов. Накопил ты 300 тысяч рублей. Человек, который думает, как богатый, пойдет, инвестирует их, не знаю, в майнинг-ферму, за год вернет себе эти деньги и дальше реинвестирует их, да. И плюс у него будет там пассивный доход. Бедный пойдет на эти бабки, не знаю, купит себе макбук, айфон и выложит, блядь, это все в инстаграм. Типа, вот я красавчик. Или вкинет их на машину, первый вклад, кредит на машину и будет ходить еще три года платить за машину. Тут вы тратите на то, чтобы вам делало доход, тут вы тратите на то, что создает вам дополнительные платежи, за которые вам надо платить. И вы такие скажете, а как же мне купить машину, а как же мне купить квартиру, да. Например, опять мой опыт. Как сейчас я хочу купить машину маме, но при этом не потратить ничего. Да, это не сразу, на это там надо будет потратить там то ли 3, то ли 4 года. Но все равно, юзайте. Бизнес-схема какая? Я беру кредит, полностью покупаю машину, ее упаковывают для работы в такси, я отдаю в управляющую компанию. Но тут надо понимать, как найти хорошую управляющую компанию. Там есть фиксированная доходность, которая прописана договором, да, или договором, как там правильно. И я понимаю, что в самом худшем случае я продам эту машину, закрою кредит, какие-то понесу небольшие убытки. Если все пойдет так, как я планирую, а я уже пообщался там с несколькими людьми, кто в этом бизнесе 2-3 года, да, и что все ок. Я отдаю машину в управлении, она катается, управляющая компания берет часть доходности себе, остальное идет мне. Я гашу с этих денег кредит, и все, через 3-4 года гасится кредит на эту машину. Она еще годик там, дай бог, поездит, принесет еще какие-то доходности, потом я ее продаю. Все, вот собственно это хороший кредит. Это кредит, который увеличивает вашу капитализацию. Все, вы не купили машину, за которую надо постоянно будет вам платить, который будет под вашей мягкой жопой, и вы будете заправлять ее, платить за нее страховки, обеспечивать другим людям активы, так скажем, да, за счет своего пассива. Вот я сейчас, например, хочу купить себе Теслу. Да, это пассив, на который нужно будет потратить деньги. Но, например, я понимаю, что через год, когда сейчас отменят вот эту бесплатную почвенную НДС, на эти, на ввоз этих машин, да, из Европы, через Беларусь, то она автоматически подорожает на 15-20%, да, и я смогу ее продать дороже. То есть, как минимум, она не съест у меня деньги. То есть, я понимаю, что я даже, возможно, здесь заработаю. Я к тому, что, если вы что-то покупаете, машину, квартиру, вы должны подумать, какой это район, какая будет у нее капитализация завтра, просчитать, какие будут у вас на это расходы, просчитать, сколько денег она у вас есть за год, просчитать, за сколько вы сможете ее продать, и понять вообще хотя бы, насколько это вообще логичная инвестиция, вот. Также с квартирой. Вы накопили какие-то деньги на первый взнос. Окей, что сейчас, я знаю, делают некоторые люди. Я не хочу никого рекомендовать просто, но я могу там подавать ссылки на этих людей, где вы можете этому обучиться, да. О, в телеграм-канале скинем, кстати. Потому что, видите, все, кто обучают, они как-то сразу вот начинают колерировать вот где-то рядом с инфо-цыганством, и не хочется, пока сам не попробовал ни в кого вписываться, да. Но могу поделиться, вы там сами изучаете, делайте отбор и сами для себя примете решение там делать, не делать. Но, что делают люди? То же, вы используете кредит, ипотеку. У вас есть первый взнос, вы покупаете апартаменты или квартиру в Москве. Ну, это можно делать не только в Москве. Из большой квартиры нарезаете ее там на несколько студий. Соответственно, капитализация квартиры увеличивается, то есть ее стоимость плюс аренда. Там вы, допустим, могли там трехкомнатную квартиру сдать в Москве за 100 тысяч, а здесь каждую студию вы можете сдать, допустим, по 50 тысяч. У вас три студии получились из этой квартиры, в итоге вы ее сдаете уже не за 100, а за 150 тысяч. У вас есть какой-то платеж по ипотеке, он гасится, даже остаются какие-то деньги, возможно, да. Ну, может, я немножко в цифрах ошибся, но сама суть, я думаю, понятна. Вот еще вам пример, как я купил себе вот этот свой любимый 911. Деньги на него у меня были еще два года назад, но я решил, что давай-ка, Паха, я вложу в бизнес, создам себе пассив, который будет приносить мне деньги, да, точнее, актив, который будет приносить мне деньги, а потом уже куплю себе 911. И тем самым у меня остался и актив, который до сих пор мне приносит деньги, и я купил себе 911. То есть у вас по-любому тоже есть какие-то деньги, подумайте, как их во что вложить, как их прокрутить, создать себе какой-то доход, а не сразу бежать и покупать вот эти вот какие-то хотелки, да, своих. Хотя, поверьте, когда я его хотел изначально купить два года назад, у меня так в жопе жгло, я так его хотел. Но тут надо уметь держать выдержку, так скажем. Я сейчас изучаю трейдинг в крипте, так скажем, да, и у меня там есть, назовем его, наставник, и есть там люди в команде, так скажем, где я обучаюсь. Вот, и я вижу их доходности. Они там скидывают каждый день, что-то рассказывают. Вот у них доходность там от 30 до 300% в месяц. Звучит просто как абсурд и пирамида. Я пока сам в это не верю, но я хочу изучить это. Если получится даже делать 30% в месяц, то какая схема? Я понимаю, что мне сейчас там Альфа одобрила кредитку на 100 дней. Я беру просто семьей, трачу эти деньги 3 месяца. Через 3 месяца закрою эту кредитку. А за вот это время эти деньги я просто реинвестирую. Вы должны понимать, это надо использовать только вот, когда у вас есть опыт, когда вы уже понимаете, где вы можете прокрутить эти деньги, и они вам действительно не нужны, да, а не на какой-то первый попавшийся сомнительный проект или, блядь, финика отнести эти бабки. Вот опять же, ребят, это все мой опыт, которым я с вами делюсь. Я могу ошибаться, безусловно. Если хотите подискутировать на эту тему, пишите комменты или добавляйтесь в телеграм-канал. У нас там супер дружеский чатик. Мы обсуждаем разные бизнесы, проекты, стартапы, инвестиции. Короче, там, блядь, прям заебатая такая уже компашка собралась. Так что добавляйся. Смотрите, кстати, прошлый год очень хорошо показал нам, каково жить без подушки безопасности. Что обычным людям, что предпринимателям, да. Вы посмотрите, сколько бизнесов закрылось. И это одна из причин. Одна из моих сильных сторон, я считаю, это то, что мы держим подушку безопасности. И за прошлый год мы не уволили ни одного человека. Если у вас нет подушки безопасности, то вы очень зависимы от того, какое первое предложение, или одно из первых предложений вам придет, туда вы и пойдете, да. Вы должны каждый месяц от всех денег, которые вам поступают, откладывать, не знаю, 5-10%. Но сами выберите какой-то процент и просто вот от всех денег, что вам поступают, откладывайте их. А я, например, стремлюсь к тому, чтобы моя подушка безопасности была в районе там 3-5 лет. Начните с того хотя бы, чтобы у вас она была полгода. Дальше будете это развивать. Ни в коем случае не держите в рублях деньги. Почему? Ну, я не знаю, надо ли объяснять, что только вот на моей памяти с 2009 года рубль подешевел в 3 раза. Если вы посмотрите стоимость машин, сейчас машины стоят космос какой-то, да. Но если вы переведете это в валюту, то вы обнаружите, что машины в валюте не подешевели, не подорожали. Они примерно на том же уровне и остались. Соответственно, вывод какой? В рублях мы деньги не храним, храним в какой-то валюте. Ну, допустим, в долларах, да. Как делаю это я? Но я храню не то, чтобы в долларах. Вкладываю деньги не просто в доллары, а вкладываю деньги в акции, облигации и IPO компаний, которые я считаю перспективными. Тем самым что? Мы фиксируем, что у нас деньги в валюте, плюс у нас будут ежегодные дивиденды, плюс при рефинансировании со сложным процентом это все умножается, плюс стоимость акций, облигаций этих компаний будет дорожать, потому что мы вкладываем в перспективные рынки, да. Опять же, если вы сами в этом не разбираетесь, то есть у меня здесь портфель разделен так, что где-то я играюсь сам, обучаюсь, да, в этом нужно пообучаться и попробовать. Где-то я отдаю в доверительное управление, и там человек берет часть прибыли себе, но управляет моим портфелем и на этом зарабатывает, и как бы я спокоен, знаю, что там 10-15-20% годовых. Кстати, да, вы можете перейти ко мне в телеграм-канал, там даже я оставляю контакты, где проходил обучение я, делюсь своими результатами, думаю, вам будет это полезно, поэтому подписывайтесь на телеграм-канал, только мой опыт, никакого скама, так скажем. Да, также мы в телеграм-канале, я скидываю всякие интересные бизнес-проекты, даю свою оценку, стоит в них вкладываться или нет, делюсь с вами своими мыслями, своими бизнесами, своими какими-то будущими направлениями, куда я планирую инвестировать, все в телеграм-канале, ссылка возле. Это 12 тысяч рублей, или чья-то пенсия, как на это прожить, в пенсию я не представляю, только если жопой там подтереть. Хочешь, расскажите, как можно накопить до пенсии 20, а может даже 50 миллионов рублей, и встретить свою пенсию, ну шикарно, ну как минимум безбедно. Не веришь? Сейчас мы к этому дойдем. Не переиграйте вот в инвесторов, да, вот я лично знаю людей, которые все свободные деньги реинвестируют постоянно, да. Здесь очень тонкая грань, что нужно постоянно куда-то инвестировать и наслаждаться жизнью сегодня. И у некоторых людей это доходит до такого безумия, что, не знаю, им там уже лет под 40, до сих пор ничего собственного нет, шмотки даже не покупают, по 5 лет носят одну футболку, не ездят в отпуска, ну короче, они наслаждаются жизнью, потому что все реинвестируют, типа потом, потом, потом я заработаю. Да, у меня первое время, когда я начал заниматься вот там инвестициями, бизнесом, вот всем-всем-всем, что-то там накопил, реинвестировал куда-то, да, доходило до того, что я даже думал, так, идти там побухать куда-то в бар с друзьями, или там посидеть дома, потому что это дешевле, а эти деньги, уже жалко тупо взять пропить, да, а эти деньги так, пойду сейчас на рекламу потрачу, или пойду там какую-нибудь акцию куплю, ну короче, вложу их во что-то, что может принести мне деньги. Да, потом ты на какой-то доход выходишь, и уже там более-менее в этом плане успокаиваешься. Но вначале, я вам еще раз говорю, я понимаю, это сложно, это психологически тоже, когда там, блядь, всего этого инстаграма, у всех эти, ебаные айфоны, мерседесы и прочее, и вам хочется так жить, да, и даже кредитом, вы идете этого и добиваетесь, но это, блядь, абсурд. В финансовом планировании, вы фиксируете свои доходы, вы фиксируете свои расходы, и вы вообще понимаете, на что вы живете, есть ли у вас вообще какие-то деньги, чтобы отложить. Если их нет, то вы начинаете думать, как заработать больше. Делюсь, что делаю я. Список, в Excel-таблице, онлайн, всегда я могу зайти с телефона, где у меня есть все доходы, мои, и все расходы. Я делаю прогноз на 2-3 года вперед, и так дальше планируете. Особенно это, конечно, очень полезно в бизнесе, когда вы можете управлять денежными потоками, вы можете понимать, какие вы можете позволить себе кредиты, если они нужны вам на рост бизнеса. Это очень важно. У меня есть отдельная графа, прочие приятные расходы, и там есть определенная сумма. Я себе вывел на импульсивные покупки отдельную сумму. Многие люди работают неофициально. Допустим, у тебя там неофициальная зарплата 15 тысяч. Если у нее работодатель заплатит 30, там, с копеечкой процента, и потом ты еще заплатишь, тебя удержат еще 13 процентов. То есть общее 43 процента. 6,450. Вот представь, если бы все эти деньги доставались тебе, и ты их реинвестировал. Вот пишем, 6,450. Ты начал работать в 25, пенсия сейчас у мужика 65, 40 лет. 40 лет. Допустим, ты эти деньги инвестируешь в какие-то там даже акции, облигации, фондовые рынки, и делаешь хотя бы 10 процентов годовых. Период реинвестирования, пускай даже раз в год. И каждый месяц мы докидываем 6,450. Итого, к 65 годам твоя капитализация у тебя бы на счетах была 36 миллионов. Так как ты бы вкладывал еще в валюту, а скорее всего, там еще в акции, облигации, каких-то компаний, то есть у тебя бы доллар за 40 лет. Я не знаю, во сколько раз бы подорожал доллар. Он за последние 12 лет три раза подорожал, да? То есть у тебя подорожал бы доллар валюта. Плюс, если бы ты правильно сформировал свой пакет акций и облигаций, то есть у тебя подорожали бы твои акции, компании, в которые ты бы вложился, тоже неизвестно на сколько. И возможно эти 36 миллионов могли бы превратиться в 50, в 100 миллионов, да? И это была бы валюта. Вот ты даже посчитай, ты просто даже вот эти 36 миллионов, ты выходишь на пенсию в 65 лет. Допустим, доживешь тебе до 85, 20 лет. 36 миллионов разделить на 20 лет, миллион 800 в год и разделить на 12, это 150 тысяч в месяц. Нормально? Либо ты эту сумму просто там оставляешь где-то дальше и живешь на проценты безбедно. Да это же охуенно, да? Окей, ты скажешь, Паш, ты что, предлагаешь тогда официально не работать? Ну, это ваш выбор, я не знаю. Конечно, не каждый работодатель согласится на то, чтобы вас неофициально трудоустраивать, да? Потому что ему тоже нужны гарантии, что вы завтра не сбежите. Понимая вот эту логику, хорошо, начните откладывать 5 тысяч рублей в месяц. Давайте посчитаем, если это будет 5 тысяч рублей в месяц. Вы думаете, 40 лет много? Я вас умоляю. Просто тупо 5 тысяч рублей каждый месяц откладываем себе на пенсию, то мы получаем 28 миллионов рублей себе на пенсию. Что, мало? Да по-моему, вообще дохуя, блядь. Даже если у вас официальная зарплата 15 тысяч, то я думаю, вы в курсе, что порядка 13% работодатель за вас платит государству эти цифры, да? И это 1950 рублей. Пожалуйста, это 11 миллионов к пенсии. Вам кто-то даст к пенсии 11 миллионов или 46 тысяч в месяц? Но помрете раньше, так там и больше будет. Посмакуете, блядь, побольше с бабкой. Как я откладываю себе на пенсию? Естественно, я каждый месяц инвестирую какие-то деньги, да? Также у меня куплена одна квартира в ипотеку. Я потратил то ли 2, то ли 3 миллиона рублей, это там на первый взнос по ипотеке, плюс сделать ремонт. На тот момент капитализация объекта стоила 11 миллионов, сейчас он стоит 15 миллионов. Через 20 лет, когда я закрою ипотеку, я думал, он будет стоить еще дороже, да? Плюс, естественно, у меня сейчас уже с него идет доход в районе 1000 долларов. Он сам себя гасит, плюс там какие-то деньги даже остаются сейчас. За 20 лет уже меньше осталось. Ипотека закроется, и у меня к пенсии будет 1000 долларов, гарантированно. И останется квартира, которую тоже можно будет продать, переехать в другую страну. В школе мы не получаем никакого финансового образования, в институте тоже, да? Даже сейчас система работает так, что вот вы за себя налоги, тоже пенсионные, страховые, так далее, вы сами не платите, их платит за вас работодатель. Я думаю, что эту мысль я подсмотрел у Татуловой, но я с ней полностью согласен. В общем, мысль следующая. Если бы людей, людям выдавали полную зарплату, и вот эти 43%, которые сейчас платят за них работодатель, ну то есть там 30% платит компания, и 13% удержат у вас зарплаты, которые идут в разные там фонды. И вот если бы вот эти деньги, вот допустим, вы получили на руки зарплату, даже пускай серу, 15 тысяч, и вот если бы вы из этих 15 тысяч выплатили все вот эти 43%, которые идут государству в разные там фонды, да? То, наверное, я уверен почему-то, что вы бы по-другому смотрели на вещи, вы бы по-другому смотрели на медицину, вы бы по-другому смотрели на образование в нашей стране. Знаю людей, которые типа вот, я нигде не устроен, там что-то на мутках на каких-то живу, налоги не плачу, типа, что я хочу от государства? Че, блядь, ты не плачешь налоги, еду покупаешь в супермаркете, бензин заправляешь, не знаю, в отпуск ездишь, на самолет билеты покупаешь, вот посчитай сейчас, сколько денег твоих уходит на обязательные платежи. Везде есть НДС, в образовании, в школе, в садике, в школе нигде нет финансового образования, в институте так же, потом, даже вы сами, все сборы, пенсионные, страховые, вы ничего не платите, платит за вас работодатель, вы тоже не понимаете, как это работает, да? И создается такая иллюзия, что я не я, лошадь не моя, все, блядь, я вообще не при делах, типа там, это вот где-то там, меня это не касается, что вокруг происходит, меня не касается, нихуя. И конкретно тебя тоже касается, что в России нет дорог, в России ужасное образование, никакой медицины, уровень коррупции просто лютый какой-то, и все, 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 все вот это исходит в том числе и от того, что отсутствует хоть какая-то финансовая грамотность. Если вы понимали, как все это устроено, поверьте мне, вы бы смотрели совсем по-другому. Легкие деньги, зачем вы все время ведетесь на какие-то финики и другие там, пирамиды, мать его, зачем вы идете в казино, зачем вы там тратите на какие-то ставках, пытаетесь заработать. Это такой бред. Инвестируйте с умом, правильно. Воспитывайте все правильные привычки финансовые. Пытайтесь как-то отслеживать осознанно, что вы покупаете, на что вы тратите деньги. Выставляйте себе бюджеты. Все, систематично занимайтесь этим и думайте, куда реинвестировать, как еще заработать. Тогда все будет получаться. Примеры правильных финансовых привычек. Например, я до сих пор не покупаю себе новые машины. Ну вот, меня жаба давит. Ты купил, выехала 30% минус к стоимости. Это неправильно, да? То есть здесь ты можешь так поступать, если у тебя там крупная компания с НДС, ты делаешь возмещение, тогда все супер. Если у тебя просто есть кэш, и ты идешь и покупаешь новую тачку, ну мне кажется, это неправильно. Но это моя философия. Для кого-то очень важно вот новое. Ну я на это проще смотрю. Я стараюсь покупать, там, если мы куда-то едем, например, там, летим в Дубае, все, я покупаю электронику там или в Китае, потому что там, в Дубае нету определенных налогов, и я могу там тот же айфон купить значительно дешевле, да? Друзья, будьте финансово грамотны, инвестируйте, образовывайтесь. Всех обнял!